Силент Хилл И, наверное, явление такое целое, так скажем После трех частей Тим Сайлент решили сделать игру The Room Но Экранизацию, конечно же, фильма Томми Вайсо Но Konami не захотели Эти ебаные издатели Konami не захотели, чтобы Тим Сайлент делали просто The Room Конечно же, им надо было как-то продать Игру, и они сказали Ну, раз ваша The Room по концепту И по стилю, и духу напоминает Сайлент Хилл Въебашьте туда название Значит, Сайлент Хилл, тогда игра лучше продастся Так они и сделали Добавив пару устно-отсталых Отсылок к оригинальному Франчайзу К оригинальной трилогии Тем самым привязав В общем-то, The Room К Сайлент Хиллу, что и привело К тому, что появилась это как бы Четвертая часть Сайлент Хилла Вот Далее Konami пошли во все тяжкие Я не знаю, если честно Доподлинные истории По-моему, Team Silent Были вообще распущены Они начали Значит, нанимать разработчиков Из разных стран В том числе Англия Потом Чехия вроде бы Те наворотили нахуеверт Или там каких-то игр Shattered Memories С убогим геймплеем Который сводился к тому Чтобы бегать всю игру По однообразным локациям Охуеть Всегда мечтал об этом В рамках Сайлент Хилла Конечно же Переосмысление первой части Окей, как скажете Дальше вышли Downpour Перед этим еще выходили Какие-то игры на PSP Левые Там Origins, что ли За какого-то тракториста Ты там играешь Не знаю Не играл В общем, не интересовало меня Это абсолютно Потому что, естественно Это был не тот Сайлент Хилл Потому что делали его Не те люди Делали его подражатели А когда За дело берутся подражатели Истинного продукта Ты никогда в жизни не получишь Ты получишь В лучшем случае Качественную копию Никакого оригинала Вот Но Я планирую пройти Как Downpour Так и Хомякин Как его называют То бишь Homecoming Вот мой друг Сказал мне Что создатели Homecoming По-моему Изначально Хотели сделать его В духе Именно Первых трех частей Потому что они Были заедными фанатами Но Канамик Конечно же Не разрешил это И начал диктовать Свои правила Что привело к тому Что немного Извратился Изначально Замысел Той компании Сейчас не назову Название Ибо мне насрать В общем Печальная судьба Постигла Silent Hill Но Как я говорил Этому своему другу Она не печальнее Того Что происходит С Resident Evil Хотя бы потому Что Первая и третья часть Завершили свою арку Можно сказать Вторая часть Была вообще Отдельной историей Поэтому Как бы Эти истории Не пострадали А то Что было потом Было потом И в принципе Это все Воспринимается На самом деле Отдельно В общем Канами Угробили Серию Которая могла Стать по-настоящему Великой Вот Или они Хотя бы могли Вообще Оставить в покое Эту серию Да Но Деньги 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 Правят миром Вот Теперь После Gamescom Выясняется Я смотрел Только презентацию Sony Я не смотрел Никаких других Презентаций Но судя по всему Выясняется После того Как я посмотрел Трейлер Выясняется В который Расскажу Что Те слухи Которые давно Ходили о том Что Некий Малоизвестный Игровой Деятель Хидео Каджима Собирается Приложить Свою руку И показать Своё видение Этого мира Silent Hill На эту идею Мы с другом Фапали Долгие Месяцы Может даже Годы Когда только Это стало Вообще Как-то Проглядываться Такая информация Потому что Хидео Каджима Отбросил В сторону Шутки Он Чуть ли не Гений Игровой Индустрии Его Серия Metal Gear Solid Это Нечто Невероятное Я ужасно Почитаю Этого человека Я считаю Что у него Просто Потрясающее Видение У него Отличный Талант Рассказы Истории Он Может Поставить Экшен Может Поставить Любую Сцену Очень Кинематографично Как лучшие Операторы Режиссеры Голливуда И не только Голливуда Но и Авторского Кино Хотя В своих Отсылках И стилистике Каджима Все таки Опираться Больше Именно На классические Блокбастеры И Экшен Фильмы Но так Или иначе Каджима Вместе С Никем Небудь Там С подворотни А Гильермо Мать его Дель Тора То есть Нам как будто Каджима Не хватало Теперь тут Еще один Гений Замешан Мастер Мрачных Сказок Единственный В своем роде Гильермо Дель Тора Сотрудничает С Хидео Каджимой Чтобы Создать Сделать Нам подарок В виде Сайлент Хил Игры Это просто Невероятно У меня это не умещается В голове Я очень этому рад Во-первых Да Это не будет Скорее всего Тот Сайлент Хил Который был В его зарождении Первый Второй Третьих частях Потому что Другие люди Работают Опять же Да Но Это не какие-то Ребята из Англии Или Чехии Это Хидео Каджима Это Это как Вот ситуация Похожа на то Когда Роксподи Взяли у Ремеди Макса Пейна И сотворили Невероятную Потрясающую игру Макс Пейн 3 То есть Да Возможно Это будет уже Не та игра Но это все равно Будет нечто Невероятное На мой взгляд И мне кажется Участие Гильермо Дель Тора Очень поможет Тому Как Будет чувствоваться Эта игра Тому что Она будет чувствоваться Мне кажется Как настоящий Сайлент Хилл Потому что Гильермо Дель Тора Он снимал Такие фильмы Как Хребет Дьявола Он снимал Такой фильм Как Лабиринт Фавна Это такие Истории Которые Граничат Между реальностью И сказкой И они Очень мрачные Но при этом Очень красивые Мне кажется Гильермо Дель Тора Идеальный Компаньон Для Хидео Каджима Для того Чтобы претворить Жизнь Вот этот вот Сайлент Хилл Который может Оказаться Невероятной Абсолютной игрой Немного Трейлере Скажу Опять же Кинематография Отличная То есть Операторская работа Видна рука Хидео Каджимы Нестандартное мышление Этих двух ребят Уже Дается все знать Даже в этом тизере Мгновенно пролетевшем Когда я его смотрел И Норман Ридус Там Норман Ридус Из Walking Dead В конце Светит своим лицом Этот парень Перевернулся В свою карьеру То есть Когда-то он играл Святых из-за бунды Кейбл Немного популярен Потом начал сниматься Во всякой хуйне Отборной Просто После этого Его позвали В Walking Dead Его карьера Опять Воспорила И теперь Он подвоял Своё лицо И я так думаю Ещё и наверное Голос Впоследствии Участвовал В Motion Capture Скорее всего Тоже Для игры По Silent Hill По одной из лучших серий Который когда-либо Видел Игровая индустрия И при этом Режиссирует проект Гильермо Дель Торо Я бы именно сказал Режиссирует Потому что Что Гильермо Дель Торо В силу природы Его профессии Режиссёра Что Хидео Каджима Который Является тем Ещё задротом Кино Наверное более Чем даже игр Что и конечно же Видно в том Как он делает Свои игры Я думаю Они Вот Такой тандем Но Норман Ридус Невероятно Просто Как его жизнь Повернулась После этого сериала Я пока не знаю Насчёт своих мыслей По поводу того Подходит ли он Для этой роли Нет Это всё Будет зависеть от того Как будет прописан Его характер Как он себя покажет Как он Вообще Сам создаст Свои персонажи Потому что все Хорошие Действительно Стоящие актёры Они сами создают Своих персонажей А текст Это лишь то Что они читают Но вот именно Как они это Почитают Как они это Подадут Обычно актёры Сами изобретают В этом Большая часть Их профессии Заключается И Норман Ридус Я не знаю Как я к этому отношусь Всё посмотрим Как это всё будет На данный момент Мне это не кажется Идеальным решением Выбрать его Главным героем Может он и не будет Главным героем Но Его имя Значилось Посреди Вот этих двух Мастодонтов Поэтому наверное Всё таки он будет Главным героем В трейлере он идёт С фонариком По видимо Silent Hill Который совсем Вроде как Не туманный Если мне понять Не изменяет Ночь такая стоит Ну не знаю Интересно Будет посмотреть Что они там Сделают Но Я думаю Это будет Как минимум Интересно И оригинально И любопытно Как минимум А В лучшем случае Это будет Триумф Который Может Возродить Эту серию Я даже не знаю Реабилитирует Её как-то Вот И если Коджима Сделает Шедевральную Игру Я бы хотел Чтобы он Приложил Свою руку К Resident Evil Почему нет То есть Если он Реанимирует Silent Hill Пожалуйста Хидео Реанимирует Resident Evil Он действительно В этом нуждается Но Пока мы Не видели Silent Hill Я даже Не знаю Я вне Metal Gear Я не видел Коджиму Я Зону Лендер Знаю его Тоже Но Мне не Интересна Игра Промехов В гофическом Стиле Sons of the Patriots Так что Sons of Liberty Чё я несу В любом случае Это видео Уже затягивается И Мои короткие Подкасты Должны быть Меньше Десяти минут А это уже Больше Но Подытожу Это Невероятно Волнительная Для меня Новость Действительно Наконец Silent Hill Займутся Люди Невероятных Талантов И Участие Гильермо Дель Торо Меня радует Наравне С участием Хидео Коджимы Потрясающая Новость Которая Не умещается У меня В голове До сих пор Я не верю Своим глазам И ушам Неужели Silent Hill Наконец Поисходит Что-то Хорошее Я не верю Но Видимо Это происходит Поэтому Да Дорогие друзья Что вы думаете По этому поводу Пишите в комментариях Буду рад Прочитать Так что Да Второй мой подкаст И опять Японская Игорь Охренеть Ну Так вот Получилось Ладно Всем до скорого Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...